Добрый день, приветствую всех гостей Петров. Хочу прорезать благодарность за приглашение на конгресс Дмитрию, Наталье, Юле и госпожа Данне Михайловне. Дану Михайловну знаю только на расстоянии, Дмитрия знаю хорошо. Спасибо, благодарю, что пригласили. Зовут меня Сергей Шишаков, я из города Орша, север Беларуси. Некоторые люди спросили, а есть ли в Минске метро? Поэтому я говорю, Орша это есть в Беларуси, север Беларуси. Работаю я в системе здравоохранения, на скорой помощи, лечу людей, даже немножко спасаю. И работаю 20 лет в системе здравоохранения. Хобби моё началось это апитерапия, лечение пчелами и пчелопродуктами. С 99-го года я, так сказать, и уже это прошло. Перешло хобби в образ жизни. Без этого не представляю своего, так сказать, существования жизни. Это прямое, переносное снятое слово. Значит, следующее. Конечно, хотелось донести у людей информацию. Конечно, она известна информацией, но, может быть, люди, которые просто, ну, что-то, может, не знают. Потому что многие люди о продукте пчеловодства, как прополис, ну, как бы, не знают, обратное направление, ну, мы знаем, но это такое-такое, но это не правильно. Поэтому я немножко кратенько, почему? Потому что у нас время, так сказать, в обрез. Ну, вот. Поэтому кратенько пройти по продуктам пчеловодства и производным. Если кого-то заинтересуют какие-то вопросы, ну, я расскажу о продуктах более раскрыто, применение. И нужно ли вам это, это мы разберем на мастер-классе. Значит, первое, то, что мы знаем за мед, так, мед – это обычный атрибут пчеловодства. То есть все знают, что мед – это сладкое кушание, да, то есть это не еда, это лекарство. То есть нужно его применять правильно. Что мед? Нельзя, допустим, как все говорят, мы мед употребляем с чаем. Я спрашиваю, как вы употребляете? Мы берем мед, кипяточек и ждем результат. Ничего подобного. То есть мед при нагревании 40 градусов, он теряет свои свойства. Это как один из ступиц. Значит, кроме меда, может кто-то скажет, что еще есть. Заврус, прополис, пыльца, огневка, подмор, есть такое. Перга. Вот, хорошо, очень хорошо. Здесь не буду спрашивать, что такое перга, что такое пыльца, что такое подмор. Ну, это как бы нормально. Хорошо, что люди немножко знают, почему спросил, чтобы немножко начались у вас процессы мышления в эту сторону. Я понимаю, что все тут, все просто люди разные. Космос просто. Я не знаю, могу ли я свое ремесло отнести в космос. Да, здесь выступали все по-разному, все красивые. Все просто красался. Я доволен, что я был такой компанией. Вот, значит, и еще кроме... Да-да. Да-да, правильно. Если пчеловодик, она тянилась в гемности, потому что только пчелам, благодаря пчелам на земле все... Да, это так. Это так. Если люди далеки от пчел, они могут немножко не понимать. Когда конкретно работаешь, да, ты вот... Ожидания превосходят какие-то вот действия. Потому что мы, допустим, обращаемся к пчелам с одной просьбой, а получаем в разы больше. Это отражается, да, на окружении. Вот, значит, кроме еще, кроме, можно дополнить маточное или чиничное молочко, если знают, это трудневый гомогенат. Ну, вот, так и завтра сказали. Значит, и вот это все можно что делать? Это нужно смешивать. Вот можно смешивать, усиливать действия, действия меда. Если у нас есть мед, есть перга, то есть это мы смешиваем и получаем лекарственный препарат. То есть его можно применять в мусорь, наружно. И опять же, каждый из продуктов пчеловодства имеет, как и любой другой лекарственный препарат, имеет показания и противопоказания, да. Для того, чтобы применять эти продукты, нужно, ну да, если кому-то назначаем или кому-то рекомендуем, то нужно собрать аллергоанамус, если таков, есть. Если есть такая проблема, допустим, вот кто-то говорит, вот мне мед нельзя, у меня аллергическая реакция. Я спрашиваю, что с вами происходит? Он меня вот поперся, у меня вор, и я вот начинаю кашлять. Я говорю, это не есть плохо, это нормально, но нужно с осторожностью. И люди с сахарным диабетом, допустим, применения меда, отказываются его употреблять. Я говорю, как вы его употребляете? Вот я ложечку утром натощак. Я говорю, ни в коем случае, не всем положено его есть натощак. Кому-то можно есть его во второй половине. Натощак не принципиально, потому что, ну, многие люди не учитывают свою кислотность, но это уже отдельная тема. Поэтому натощак не рекомендуют, допустим, вот употреблять мед. Вот. Мед можно делать так, если мы употребляем мед просто чистый, 100%. Вот здесь может быть, да, аллергическая реакция какого-то характера. Вообще, мед можно употреблять в разведении с водой. То есть, если мы возьмем чайную ложку на полулитровую баночку, 500 мл, разведем, может пить человек с сахарным диабетом. У него будет сахар в норме. Это раз. Можно употреблять мед с чем? С порошком, с кашем, то есть с кефиром. То есть, именно он менее аллергенен. Менее. Так. Значит, второе. Перга. Перга. Знаете, что такое перга? Перга, то есть, это пыльца, но она в 7 раз превосходит пыльцу перга. То есть, это пчелинный хлеб. То есть, именно благодаря перге существуют пчелы. Потому что пчелки есть, работницы, они употребляют пыльцу, значит, вырабатывается маточное молочко. То есть, вот это жизнь. Вот это жизнь пчелы. То есть, это перга. Если мы смешаем мед с пергой, мы получаем, опять же, я хочу повторить, лекарство, которое нужно употреблять, строго определенные дозировки. То есть, в состав перги входит у нас, там микро-макроэлементы такие, как кальций, мак... Что такое дозирование? Значит, дозировка, значит, если мы смешали мед с пергой, значит, по одной-две чайные ложки в сутки. Опять же, зависит от индивидуальности. Если человек 1,80-1,90, спортсмен, ему двойная дозировка, по большому счету. Если мы чистую пергу употребляем, то, значит, по одной чайной ложке 3 раза в день. Чистый пергей. Значит, желательно, первая доза должна быть утром натощак за полчаса до еды, ничем не запивая. Хотя будет хотеться запить, но не запивая. То, что касается перги. Да, экстрагированную, то есть, она есть в сотах, то есть, это брикетная составляющая и экстрагированная. То есть, она просто вот эти гранулы, ну, видели, да? То есть, это гранулы, которые, ну, употреблять. Подольше задерживать во рту, сразу не облатать. Задерживать во рту. Почему? Потому что идет насасывание из подъездачной области. То есть, что касается перги. Пыльца и перга, она отличается тем, что перга, она уже не является аллергеном. Один из продуктов пчеловодства, который не является аллергическим вариантом. Пыльца является аллергическим вариантом. Почему? Потому что принесенная пыльца пчелами в улей, она проходит молочно-кислое брожение благодаря прорастанию зелень именно пальцевых значит что происходит и молочно-кислое брожение молочно-кислое брожение и от этого и вот именно улетучиваются аллергены поэтому назначается перга даже маленьким деткам то есть грудничкам можно давать одну грану сутки не больше то есть это один из продуктов почему потому что все продукты пчеловодства как прополис соответственно мед все они являются аллергенами поэтому с осторожностью нужно употреблять каждый мед аллергенен да каждый мед аллергенен потому что состав мёда входит очень много макро микроэлементов которые несут пчелы потому что не так собирается страх а травы как правило они имеют пыльцу и все это вместе получается вот аллергенный препарат то есть мёд это любой мёд потому что любой мёд он хорош и нельзя сказать что мёд вот этот лучше этот хуже свет светлый темный нет все меда одинаковы только одно единство что каждый человек выбирает я хочу темный я хочу закристаллизованный значит поэтому весь мед полезен потому что это никто как мой сын говорит я у него спрашивал 6 лет что такое мед это собранный никто то есть чтобы люди понимали что пчелы когда еще несут мед несут никто рули то это еще не мед кто-то хочет челку челку это значит подержать и сжала что думают вот челку не сделает мед так значит возвращаемся назад это кратенькая такая информация значит прополис прополис все знают что такое прополис то есть это такое вещество у пчел которыми пчелы которые пчелы собирают из деревьев приносят на своих лапках закладывают его в места где есть какие-то щели то есть это такой пчелопродукт который один из самых сильных в природе природных антибиотиков это прополис такие космолистые вещества которые имеют разный разный состав каждый год поэтому именно благодаря прополису благодаря прополису я опять же повторюсь было бы логическому биологическому сильному стимулятору что не выведена физическая форму почему потому что она постоянно меняется если мы допустим знаем что формула воды аж вал то это было эти останется а формула прополиса от кого это нет это одно из веществ в природе которого который не имеет форму потому что она меняется поэтому бактерии туберкулеза бледные трепанемы коковая флора она неустойчиво она погибает то есть заболевания мочеполовые пожалуйста это назначение прополиса в разных в разных взвесе то есть это будто это суппозитории прополисная будто это настойка спиртовая будто это мази и так далее то что куда ходит прополис опять же прополис нужно собрать правильно и приготовить правильно потому что если люди кто-то берет у меня прополис как вы будете делать а я возьму сделаю допустим шарик брошу сперты а потом будем будем потом употреблять уменьшается количество они туда опять же наливают и ждут результата из парашют что-то не особо какой процент они говорят не знаю поэтому нужно взять допустим 50 грамм прополиса 100 грамм спирта и у нас получается допустим 5-процентная настойка вы хотите полоскать форму принимать вовнутрь и так далее то что касается прополиса пройдемте то что касается прополиса прополис значит ну начнем сразу с нативного чистого стопроцентного прополиса его желать его желать нужно 5-10 грамм в сутки 5-10 грамм в сутки значит его практически расскажу как то есть берем высокую прополис кладем в рот и прижимаем его к нему допустим языком то есть он там нагревается и мы начинаем перебрасывать во рту ни в коем случае зубами сразу не сжимаем потому что люди от незнания от незнания начинает выживать соответственно он прилипает зубам а еще он прилипает протезам пломбами так далее потом люди ходят говорят мы все желтые и так далее поэтому его нужно правильно применять то есть к нему прижали языком и грубо говоря перебрасываем вот это ваша вот это ваше облака такой вокруг вас которая вас обеззараживает от вирусов и грибов один раз в день и курс 10 дней не больше потому что если злоупотреблять любые беспродукты пчеловодства соответственно это отражается на поджелудочные на печени то есть потом можно услышать вот эти вот эти проблемы то что касается значит опять же прополис как я уже сказал он применяется в разных в разных заразами смешивается ссубстанцией например с медом прополис готовится прополисными то есть прополис и лен он друг друга дополняет прополис сладкий прополис горячий на вкус мед сладкий друг дола дополняет и несет собой положительный здоровый эффект то есть назначается я расскажу на мастер-классе причем он назначается и кому он нужен не всем вот кушайте это нет значит он кому-то кому-то из определенного количества людей не нужен этот мир прополисный может кому-то мёд впервые более подходит потому что все каждый человек индивидуум так еще так 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 пчелиный подмор сказали чилин подмор все знают что пчелиный подмор да он бывает он бывает разным чилин подмор бывает зависит от кого мы его покупаем или берем нужно брать зазнательного человека потому что пчелы могут погибать по разным причинам они просто могут замирать от того что нет не хваток еды они просто падают на дно нужно их правильно приготовить или же они допустим вылетели куда-то в поле там обработали поля пчеловодов не предупредили агрономы которые обрабатывают эти поля значит химпрополка идет пчелы вылетели прилетели кто-то не долетел кто-то эти долетел сил хватило их умирают думки то есть вот здесь вот если вот этот подмор человеку предложить на человеку наносим вред потому что это может быть пристальное условие мы не узнаем вот поэтому я говорю сознательный человек должен быть то есть если пчелы погибли непосредственно вот просто обычным условием то это 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 но а вообще он должен быть сухой и пчелы должны блестеть до сети до пчелки должны блестеть именно одни должны быть сухие и когда мы возьмем пчелку сухую мы должны вот так вот сделать и в пальцах ничего не должно остаться то есть просто в маленький маленький порошок все 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 почему полезен тоже расскажу на мастер-классе будет время больше значит и пчелок мы укрываем чем обычному кроме потолочина да вот вот идут черенами потолочина то есть так такие досточки куда пчелы откладывают прополис и непосредственно холст прополисная полоска то есть тоже тоже великолепно великолепная такая штука тоже расскажу на мастер-классе расскажу кому он полезен для чего то есть то есть тряпочка которая лежит на пчелах это профилактика сквозняков потому что пчелы боятся сквозняков значит лежит эта полушка и пчелы ее за нашего непосредственно прополисом и применение потом расскажу так 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 что там у нас еще о-о-о-о-о-о-о-о так огневка спросили огневка то есть знаете что огневка то есть это восковая моль то есть она она вредитель по большому счету для пчеловодства да если значит она появляется там где беспорядок или же слабая семья слабая семья заселяется огневка то есть это хорошая флора значит в улье значит она нарушает нарушает работу пчелом вытесняет пчел это червяки будем добавить личинки такие они в финале они становятся бабочками вот если нужно нужно их извлекать с лечебных целей то есть плохо то что он вредитель хорошо то что он дает хороший хороший взборовительный эффект для для человечества то есть я лечу и людей вот этими продуктами и животных лошадей собак котов то есть вот именно всевозможные эти проблемы значит огневка то есть это обычный червячок который белый мы его собираем и чем чем его вот я хочу рассказать чем его секрет казалось бы червяки так далее то есть это одно из средств одно из средств которое декстрагируется в спиртах и применяется человеком для того чтобы все мы знаем что такое туберкулезно то есть эта палочка кока которая которая в коконе воска восковой оболочке и благодаря только восковой море огневки при правильном приеме длительном хорошем приеме назначение правильно это оболочка туберкулезно разрушается это одно из средств был такой чем советский ученый мукин который вот это все доказал и внедрил и это работает непосредственно огневка восковая море но опять же нужно это все если вы желаете лечиться нужно у сознательного человека я понимаю сейчас все так круто все интернет по почте присылают но понимаете все стараются нажиться как вчера лопчику александр сказал давайте так сказать все это сделали все это дело обозначен за честность я понимаю что просто ждать вот я допустим занимаюсь откачкой меда я не считаю сколько у меня ведра допустим там посуды я просто знаю что мне нужно вот выкачать вот этот весь мед все и я его не распродаю я ему просто предлагаю но в целом целью благодарности люди не дают допустим деньги то есть я вот из-за этого закончился меня но все на этом . но у меня не заканчивается никак то потому что я не допущаю всех в округе образно то есть ну вот в таком плане поэтому и применение всех продуктов пчеловодства как и и препаратов ну сейчас распространено бады как бы да где-то первых а в целом если занимаемся непосредственно таким хорошим делом как лечение пчелами и пчелопродуктами то есть это должно быть на честность потому что люди ждут эффект люди ждут эффект и поэтому для того если вы покупаете прополис у кого-то вы должны увидеть что он чистый ни в коем случае я покупайте прополис в шариках покупайте его рост супе он должен собираться русскую если вы покупаете шарьках ну делают так с воском его смешивают он может быть объема объема куриное яйцо но вес может быть вот если мой прополис крутить он будет вес 3 копеечную монету то есть вес поэтому вы можете его домой привезти и там 70 процентов воск то есть то есть вот эти моменты вы купили уехали и до свидания прополис покупать проверенного человека рост супе чтобы он был сухой ну соответственно без примеси там привезти на тогда то есть там будет какая-то плачка ничего страшного самого шопа не было очень много гостов тоже полезен но мы должны видеть что это будет так что там у нас по времени минута да поэтому поэтому спасибо за внимание приглашаю вас на мастер-класс я расскажу более еще подробные вопросы можете задавать слушаю запуска я прочел в одном месте что ученые наблюдали 2035 году может уйти популяция пчел вымерить так может быть не будет оспаривать может быть и тогда как ребята 30 если 35 39 тогда не будет таки нас поэтому пчелы это вот как было вышесказано что если уходят пчелы значит уходит человечество через четыре года но это говорят мы еще это не испробовали и не испытали потому что такого нету до чего уходит у чего вылетают в америке он была вот была статья что в америке чем 80 процентов чего вышло не знаю что там вот чего уходит но у меня стало чего не уходит у меня если я бы я приезжаю я сам работаю на скорой если я допустим со смены не могу поехать чем бывает так то я чудом еду на меня пустые домики стоят заряжены я приеду я приезжаю они заселены просто я их не ловлю они заселены я просто поправлю рамки это все поправлю все нормально или приезжаю сидя траве прямо вот сидят вот они мне там елки у меня я не лажу никуда высоко я пришел тряхнула куда-то не поврали посадим еще то есть я не жадничаю на советы потому что многие спрашивают а как сделать чтобы ученые улетали я всегда как бы посоветую поделюсь не скрываются тайна потом а кто-то не хочет чтобы поэтому это наверное идет спасибо большое за внимание diversity их какая наши его о